В конкурсе Мисс Казахстан принимает участие 16 победительниц городских конкурсов красоты и 9 девушек, ставшими первых в номинациях Мисс Фото, Мисс Вокал, Мисс Спорт и других. Поэтому и получилось, что Алматы представляют сразу 10 конкурсанток. Одна из претендентов на звание самой красивой девушки Казахстана Юлия Лукина, первая вице-мисс Алматы. Я думаю, что это все-таки конкурс и каждая девочка настроена на победу. Но я буду рада за другую девочку в случае своего проигрыша. У девушек уже состоялась первая профессиональная фотосессия. Теперь в рамках соревнований они посадят ели и посетят роддом, где поздравят рожениц с Днём Первого Президента. Участницы Мисс Казахстан рассказывают, что к конкурсу они готовятся ни жалей ни сил, ни времени. Переживаешь, ищешь вечерние наряды, национальные, придумываешь дизайн. Также готовишься к ораторскому искусству. Также появляются идеи, как бы в дальнейшем, если получить титул Мисс Казахстан, как бы проявить себя. Начиная с этого года победительница конкурса станет послом универсиады 2017. Будет заниматься благотворительностью и посещать различные светские мероприятия. Организаторы называют Мисс Казахстан олимпийскими играми красоты. Говорят, что казахстанцы наблюдают за выбором первой красавицы страны так же увлечённо, как следят за главными мировыми соревнованиями. В этом году режиссёр-постановщик Арман Карабаев, и он уже два месяца разрабатывает такую новейшую концепцию режиссёрскую для Мисс Казахстан. Будет много сюрпризов и будет много нового в самой концертной программе. Самую красивую девушку страны выберут в финале национального конкурса красоты Мисс Казахстан. Он состоится 5 декабря во Дворце Республики.